МАЛЕНКИЕ МЕЧТАТЕЛИ Всем большой привет! Добро пожаловать на канал! И в этом видео мы с вами будем шить вот такой комплект. Это футболка и джеггинсы. Потому что многие в комментариях просили показать, как шить штаны. Ну что, приступим? Начинаем, как всегда, с выкройки. Первую выкройку делаем для футболки. Тут ничего сложного. Те, кто уже смотрел видео по шитью на нашем канале, знают, как ее сделать. Ну а для тех, кто на нашем канале впервые, ссылочка на видео с пояснением будет наверху и в описании. Также намечаем для себя рукав. Длиной 2 см. Отрезать его от выкройки мы не будем. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Линия шагового шва у нас будет идти с изгибом. Дорисовываем верх штанов и дорисовываем краю вот так, немного добавляя в шаговый шов. Справа также можно немножко добавить, так как уголки попастые. Тут линия у нас будет ровная, так как мы сейчас сделаем цельную деталь штанины. Так гораздо проще шить штаны, так как не нужно сшивать много деталей. Но это подходит, если вы шьете, допустим, леггинсы, которые плотно облегают ногу. Если хотите расклешенные брюки, как у Snow Leashes, то рисуем от колена клеш и вырезаем выкройку такой. Из нее можно сделать и спинку, и полочку. Вырезаем. Обводим выкройку, потом разворачиваем и снова обводим. Таким образом у нас получилась одна целая выкройка с вытачкой на бедрах. Вытачки нужны для того, чтобы вещи лучше сидели по фигуре и не выглядели мешковато. Видите, как я и говорила, это линия сгиба и она у нас будет ровной. Ну а если вы хотите штаны клеш, то вам не нужно будет так соединять выкройки. Вы просто используете первую и с ее помощью выкраиваете ткань. Вот наши трафаретики. Я не стала делать из бумаги кант, я его выкрою прямо на футболке, но он нам обязательно понадобится. Как делать кант я уже показывала в предыдущих видео. Вот наши детали и если кто забыл как делать кант, для вас ссылочка на видео будет наверху. Начнем пожалуй с футболки. Складываем детали лицевой стороной внутрь и сшиваем. Обрезаем излишки и подшиваем рукава, а также низ. Теперь когда все готово и кант вывернут наизнанку, можно пришивать спинку и полочку. Выворачиваем футболку и крепим застежку. Нужную форму она пока не приняла, поэтому я ее постираю, потом проутежу. Теперь штаны. Шить начинаем с выточек. Шьем строго по намеченным линиям. Когда выточки прошиты, можно образить излишки. Прошиваем. Совмещаем две передние детали и прошиваем. Вот так штанишки выглядят сразу. развороте. Это наш перед или полочка. Здесь по желанию можно сделать имитацию карманов или зону молнии. Теперь будем прошивать сгиб для застежки с одной и с другой стороны. Теперь обрабатываем низ. Когда подшили низ, возвращаемся к поясу. Его можно просто подогнуть и прошить или вырезать полоску и сделать пояс, как у юбочки, которой я показывала в видео про школьную форму. Штаны почти готовы. Осталось их шить по шаговому шву. Чтобы штанишки не расползлись, можно зафиксировать их наверху иголкой. Штаны прошиты, осталась застежка. Вот что у меня получилось. Вещи я постирала и погладила. На футболку я наклеила с помощью утюга наклейку. Их я приобрела на Али. Сзади приклеила застежки с помощью термоклея. Вот такой вот интересный летний образ у меня получился. Я думаю, ей отлично подойдет такая радужная шапочка, которую я связала. Вяжется она не сложно. Если хотите мастер-класс по вязанию этой шапочки, пишите об этом в комментариях. И кстати, на нашем канале уже почти набралось 3000 подписчиков. Поэтому в следующем видео будет конкурс с розыгрышем одежды для ваших куколок. И будет целых три победителя. Поэтому обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить этот розыгрыш. Ну все, всем пока. Ставь лайк и подпишись на наш канал.